Здравствуйте! Это спецвыпуск программы «Донбасс сегодня» и я, Кристина Терещенко. Ситуация в Азовском море, которая за считанные часы накалила обстановку во всей Украине и поставила вопрос об введении военного положения. Открытая агрессия Российской Федерации, захваченные украинские судна, раненые украинские моряки в плену и ситуация внутри страны. Обо всем по порядку далее. Военное положение. Слова, которые тревожат украинцев, больше всего. Вводить или не вводить и как это повлияет на жизнь украинцев, принимали решения в Верховной Раде. С последней информацией с места событий мой коллега Алексей Мацука. Сейчас 10 часов вечера, 26 ноября, и только вот в это время Верховная Рада разошлась и завершилась в неочередное пленарное заседание, во время которого впервые в истории Украины было принято решение о введении военного положения на части территории Украины, в том числе в Донецкой и Луганской областях. Заседание длилось 5 часов, а до этого было заседание комитета по национальной безопасности, где буквально за 30 минут депутаты, члены этого комитета рассмотрели первую версию законопроекта о введении военного положения, которую предоставил Офис Администрации Президента. И в этой первой версии были немного другие данные. Так, военное положение вводилось на территории всей Украины на срок 60 суток, потом в результате обсуждений в парламенте это решение было изменено, и президент Украины Петр Порошенко лично приехал в издание Верховной Рады, чтобы представить новую версию данного проекта. В результате введено военное положение лишь в части областей Украины, которые граничат с Автономной Республикой Крым, Молдовой, в той части, где есть Приднестровье, и территории Российской Федерации. В Киеве, во Львове военное положение не введено. Параллельно с этим в издании Верховной Рады во время перерыва, он был длительный, и во время этого перерыва происходили как раз консультации лидеров фракции с Офисом Президента и спикером Верховной Рады, Порубьем, о том, какой же должен быть этот проект документа. В это время, во время перерыва, в кулуарах депутаты беседовали, обсуждали, высказывали свои опасения насчет того, что же будет дальше. Во время заседаний и публичных обсуждений законопроекта выступали все фракции, и вот фракция блока Юлия Тимошенко, Батькивщина, и фракция оппозиционный блок, фракция Ведроджиня высказали позиции против данного проекта, потому что увидели в этом ограничение свободы и демократических ценностей. Остальные же фракции выступали в поддержку. В результате большинство депутатов Верховной Рады поддержали предложение президента, но уже в обновленном виде, и уже буквально через несколько дней на части территории Украины будет введено военное положение. Украине ввели военное положение. Закон затронет Винницкую, Одесскую, Луганскую, Харьковскую, Черниговскую, Николаевскую, Донецкую, Сумскую, Запорожскую, Херсонскую области, а также внутренние воды Азовского моря. Согласно закону, за который проголосовала Верховная Рада с подачи президента, предлагается провести частичную мобилизацию, организовать учебные сборы резервистов в необходимом количестве. В указанных областных администрациях создать советы обороны и обеспечить способствование военному командованию. Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что военное положение в отдельных регионах Украины будет применяться только в случае наземной российской военной агрессии. В таком случае может быть ограничено. Право принимать участие в управлении государственными делами во всеукраинском и местных референдумах, свободно избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления. Право собираться на мирные акции, право владения и распоряжения своей собственностью, право на забастовку для защиты своих экономических и социальных интересов. По словам президента Порошенко, введение военного положения не означает немедленной полной мобилизации, наступательных действий на фронте или в целом открытие широкомасштабных боевых действий. Лишь усиленную защиту собственных территорий. Не планируется изменять работу банков, условия пересечения государственной границы. Военное положение вводится на строго определенный срок и автоматически заканчивает действия по истечении этого срока. В то же время президент Украины может принять решение об отмене действия военного положения досрочно. Отдельно депутаты проголосовали за назначение точной даты президентских выборов – 31 марта 2019 года. 276 депутатов проголосовали за закон с учетом права президента. Военное положение вводится с 9 часов 28 октября на 30 суток, то есть до 27 декабря 2018 года. Наша фракция проголосует с поддержкой военного положения, но с той оговоркой, что нужно сократить время. И самый главный вопрос, который есть, хотел бы заслушать кроме президента позицию начальника генерального штаба, руководителя службы нашей разведки, начальника военной разведки, чтобы они рассказали, что вообще произошло, какая была последовательность событий, в чем причины таких агрессивных действий русских против наших кораблей. Ведь месяц назад наши корабли уже проходили под Керченским мостом, и после этого надо принять взвешенное решение. В частности, в указе президента указывается, что необходимо приостановить 12 статей Конституции. Одна из этих статей неприкосновенность жилья, другая статья вопросов личной переписки и телефонных переговоров. Еще одна статья, которая в ней непонятна, это зачем ограничивать 53 статью Конституции, это статья об образовании. У нас вылезли рафталиновые политики, которые имеют свои тенденции в контексте преговорения дать выборы. Еще раз наголошу, читаем уважно документы. Тем заговорить, тем, которые наданы российской пропагандой, сейчас очень много в нашем медиае. Сейчас есть два пути. Военный путь и дипломатический путь. Очевидно, что действующая власть, действующий президент выбрал военный путь. Мы и десятки миллионов украинцев выступаем за мирный путь. Сейчас наоборот, самое время занять лидирующую позицию. Прямые переговоры со Штатами, с Европой, прямые переговоры с Россией, не через кого-то, а прямые переговоры. Со всеми, кто может на это повлиять, для того, чтобы урегулировать ситуацию. И сейчас президент сознательно, осознанно, ради того, чтобы сохраниться на второй срок, приводит войну в каждый дом. Это коснется каждого украинца. Мы будем голосовать против, красными кнопками. Другого быть не может. Выборы должны происходить. Мы демократичная страна. За это боролись два Майдана. И, в целом, это дух украинского народа. Мне звонят, а что будет с призывами, что будет с этим, а что можно будет перетнуть кордон. Ну и так далее, и так далее. Мы все понимаем, что еще никогда не жила в условиях военного стану. И людей это турбует. Мы должны сейчас разговаривать с людьми, а не кричать и черговое шоу им облаштовывать в президии. Фракция наша разглядала это вопрос. И наша фракция блоку Петра Порошенко готова поддерживать Петра Порошенко. Но мы сейчас хотим почути информацию, мы хотим, чтобы граждане Украины ее почули. Я особо хочу почути министра обороны, керевника Генерального штаба, задать вопросы, почути их ответы на эти вопросы, министра закордонных справ, премьер-мінистра президента. А после этого Верховная Рада визначится. Абсолютно логично было, выносячи такие вопросы в парламент, президенту провести консультации с главами фракции. Цих консультаций не было, и мы надеялись, чтобы они происходят до начальника вопросов. Мы готовы поддерживать военный статус. В наших коллег по парламенту есть разные думки в фракции. Мы надеемся, что сегодня должна быть предназначена дата проведения выборов президента Украины. Это решение, оно, с одной стороны, оно есть доброе, но, с другой стороны, оно вызывает очень много вопросов, почему на всей территории Украины, или мы, справа, чувствуем эту загрозу, чтобы использовать военный статус на всей территории Украины. Запроведение военного Я хочу побачить это в законе, что свобода медиа не будет обмежена и мы сможем работать. Я хочу так само переконатися, что право властности не будет для рейдерства. Мы хотели поспілкуватися с президентом. Президент втек. Він бачит, что он втрачает поддержку населення и это оттермировать, потому что нужно парламенту принимать решение о проведении черговых президентских выборов. Если не будет свой термин в рамках Конституции, то это означает, что будет переноситься. Причина в том, что логики нет ни 90, ни 60, ни 30 дней. Даже три дня это очень будет небезопасно для сигналу всем, кто работает с Украиной, всем инвесторам, которые хотят прийти в Украину, всем партнерам, которые сегодня купуют или они поставят. Потому что військовый стан означает, что каждый предприниматель, каждый предприниматель может использовать форс-мажор и не выполнять свои обязательства. Что означает військовый стан? Это означает, что сейчас до меня могут прийти в квартиру и сказать, что мне нравится машина, нет машины сейчас у військовых, мы забираем у вас машину, а потом когда-то мы вам отдам. Это означает хаос в стране, он нам точно не нужен. Ну, надо было как-то на ситуацию медийно реагировать, потому что была прогрешная ситуация украинская сторона, учитывая, да, которые урон потерпели военно-морские силы и надо было как-то реагировать. У Украины, к сожалению, сейчас недостаточно ресурсов на море, чтобы дать какой-то адекватный ответ физически, поэтому надо было как-то тему поднять информационно и вот в том числе через военное положение. Это с одной стороны. С другой стороны, такой кардинальный шаг, он привлекает внимание европейского сообщества к ситуации в Украине и в Изовском море и, к сожалению, без ее участия международного сообщества тяжело решить эту историю, разрешить эту ситуацию, потому что Украина недостаточно военных собственных ресурсов и финансовых, поэтому надо рассчитывать на помощь союзников, а не всегда эта проблема, да, там, актуальна, и так она актуализирована, хотя бы ведением военного положения. Но, опять же, мы не знаем, какие были истинные мотивы первоначально и насколько это решение также было связано с готовящимися выборами, поэтому, естественно, политические силы в парламенте не все были согласны с первоначальной версией решения и максимально попытались его скорректировать в той части, чтобы оно не препятствовало проведению избирательной кампании и максимально, да, не ущемляло права людей. Это с одной стороны. С другой стороны, им тоже надо было показать себя как какие-то патриотические силы и поэтому надо было поддержать это решение, но им надо было найти компромисс какой-то в этом формате. Теперь надо отслеживать ситуацию, чтобы это было действительно решение, направленное на оборону, а не на закрепление какого-то статус-кво, который будет продолжаться бесконечно. Я думаю, здесь имеет место некое противостояние внутри самой власти, которое не есть монолитной. Возможно, партнеры Порошенко изначально заявляли об одной позиции отдельные партии, но когда пришло время голосования, они использовали это для реализации каких-то запулисных договоренностей, с одной стороны, а с другой стороны, для частично, ну, чтобы показать, что они тоже влиятельные, президенту придется считаться с их мнением. В последний момент они снизили порог изначально согласованы и сделали более, да, согласились на более мягкие условия этого положения, чем первоначально было оговорено. То есть это элементы внутреннего противостояния, которое, с одной стороны, частично дискредитирует президента, как человека, который не может продавить свое решение, с одной стороны, с другой стороны, как человека, пытающегося, да, там, максимально подобрать себя властные полномочия накануне выборов. То есть в этой ситуации достаточно лично представление оппозиции довольно проблематично, потому что, с одной стороны, вот президент выставляется, как попытка узрупации весь этот процесс, и вот, а партии, которые боролись с этим, как защитники демократии. Сегодня днем наши журналисты вышли на улицы Мариуполя и Славянска, чтобы узнать, что о ситуации и введении военного положения думают украинцы. – А вы слышали о возможности введения военного положения? – Да, слыхала, но… Я думаю, не стоит, я думаю, не стоит. Ну, это как-то настораживает. – Отрицательно. Ну, я не знаю, не считаю, что это настолько серьезный конфликт, чтобы его вводить в положение. Тут завязана, на мой взгляд, политика, потому и… Я лично отношусь отрицать. Я понимаю, что это неправильно, и неправильно Россия поступила, но вводить в положение из-за этого, я считаю, это слишком… – Когда военное положение, и дома, квартиры там могут располагаться, что им вздумается, то, ну, занимать и, в общем, управлять оттуда или как-то. – Мы боимся, переживаем. Нам не хотелось бы военного положения. – Ну, это пока неизвестность, поэтому еще рано об этом говорить. Когда уже станет, это уже точная информация, тогда можно будет поговорить более плотно. Сейчас, как бы, ничего не могу сказать. – А что вообще слышали? – Однозначно это, наверное, не очень-то будет удобно для обычных граждан. – Ну, вранье, на самом деле. Мне кажется, это все сфальсифицировано, потому что у меня очень много знакомых моряков, которые говорят, что все, что там произошло с точки зрения морского – это все такой бред. Поэтому я думаю, что это все не по-настоящему. Это просто для того, чтобы отменить выборы и все. – То есть я живу, меня все устраивает, и потом из-за чего-то там будут лишать меня чего-либо, но это плохо. – Я знаю, что уже давно было вести военный стан, еще в 2014 году, еще когда был початок агрессии русской. – Ну, я считаю, что не нужно. Ничего страшного в этом нет, как бы. Ну, слишком много по этому поводу, как бы, паники разводят. Я думаю, особо ничего не изменится. – Ну, если это поможет, то нужно. Но с нашим, извините, правительством я не уверена, что что изменится. – Если с одной стороны вести, то проблемы будут для всех. А если не вести, то еще больше проблемы будут. – Нет. Но я думаю, что лучше от этого народу не будет. – Ну, для меня, например, нет. Шейпереселинка с горловки, мне это плохо. – Ага, а как это отразится? – Во-первых, отразится на многом. На моих денежных финансах отразится. Отразится на вообще отношении к нам, на Воззии, в Славянске. С чего же все началось? В воскресенье 25 ноября украинский буксир «Яни Капу» с двумя малыми бронекатерами следовали из Одессы в Мариуполь, но воды Азовского моря украинские корабли так и не прошли. Россия закрыла проход через Керченский пролив и пограничным катером протаранила украинский буксир. Пытаясь вернуться в Одесский порт, украинские корабли были атакованы российскими кораблями. И уже к вечеру командование военно-морских сил Украины сообщило о захвате всех трех украинских суден российским спецназом ФСБ. На украинских кораблях находилось 23 человека. Украинские власти сообщили, что шесть из них получили ранения во время захвата. Россия, в свою очередь, сообщает лишь о ранении трех военных. Раненые украинские моряки с захваченного Россией судна находятся в Керченской больнице в аннексированном Крыму. Об этом сообщили наши коллеги громадски со ссылкой на уполномоченную по правам человека в России Татьяну Москалькову, а также украинский омбудсмен Людмила Денисова. Им оказали необходимую медицинскую помощь. Их жизни ничего не угрожает. Другие моряки находятся не в СИЗО. Они на территории пограничной части в Керчи. Не могу сказать, где конкретно. Обстановка в Азовском море накалялась еще задолго до событий 25 ноября. Подробности в следующем материале. Ситуация в Азове обострилась, когда был построен Керченский мост. Это стало серьезным ударом для украинских портов Мариуполя и Бердянска. Из-за высоты Керченского моста не все суда теперь могут попасть в море. Мариупольский порт потерял большие контракты. Затем пограничная служба ФСБ России начала останавливать и досматривать суда, идущие в Бердянский Мариуполь, а также из этих портов. Причина якобы в том, что Украина задержала российское судно «Норд» за нарушение режима посещения оккупированной территории Крыма. Суда простаивали в ожидании проверки от 1 до 10 дней. Судно такое может стоить порядка 20-тысячное, 15 тысяч долларов в сутки его, простой. То есть неделю постоял 100 тысяч долларов, это кто-то должен заплатить. Да, для нас это существенно. Если брать, перевести это в денежный эквивалент, сколько мы потеряли, это порядка, наверное, 250-300 миллионов гривен в год. После этого в конце зимы 2018 года Украина подала иск против России в Международный арбитражный суд в Гааге по Конвенции ООН по морскому праву. За время нового витка конфликта в Азовском море международное сообщество несколько раз продлевало и ужесточало санкции против Кремля. Россия начала усиливать свое военное присутствие в Азове, а вслед за ней Украина в начале осени объявила о создании здесь базы своих военно-морских сил. Также Киев принял решение не продлевать действия договора о дружбе и сотрудничестве с Москвой. Но аналогичное решение о разрыве соглашения 2003 года о совместном использовании Азовского моря так и не было принято. В конце сентября Киев направил в Азовское море два корабля вспомогательного флота. Отправившись из Одессы, они благополучно прошли контролируемый Россией Керченский пролив и проследовали в Бердянск. Суда, которые были 25 ноября захвачены ФСБ Российской Федерации, точно так же вышли из Одессы и шли в Азовское море. Украинские корабли были обстреляны, когда покидали Керченский пролив в сопровождении российских кораблей, не получив разрешения на прохождение под мостом в Азовское море. При приходе кораблей из зоны очевидения до пункта посильного базирования, десь на высоте 13-14 миль от узбережья Крима, в районе 40 км в певденно-схиднее Керченский, корабли, которые сопровожили судами и кораблями Российской Федерации, были обстреляны, заблокованы и по ним было застосовано разброение. Броя застосовывалась на уроженном. США, Канада и часть стран Европы уже выступили в поддержку украинской стороны. Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в своем твиттер написал следующее. Россия таранит украинское судно мирно следующее в направлении украинского порта. Россия захватывает корабли и экипаж, а затем обвиняет Украину в провокации? Пресс-секретарь внешнеполитической службы Европейского Союза Майя Касьянчич также опубликовала в твиттере заявление. Мы ожидаем, что Россия восстановит свободу прохода в Керченском проливе и призываем всех действовать с предельной сдержанностью, чтобы немедленно стабилизировать ситуацию. Петр Порошенко призвал генерального секретаря Альянса НАТО Йенса Столтенберга усилить международное давление на Россию для немедленного освобождения украинских моряков и кораблей. А министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия уже давно перестала беспокоиться о санкциях. На экстренное заседание в связи с событиями в Украине собирается Совбез ООН в Нью-Йорке. Заседание комиссии Украина-НАТО, специальное заседание постоянного совета ОБСЕ в Вене и заседание Нормандской четверки. Об итогах заседаний на международном уровне подробнее расскажем в субботнем выпуске. События в Азовском море и эскалация конфликта между Российской Федерацией и Украиной активно освещаются в международных СМИ. О захвате украинских кораблей вчера сообщили Международные информационные агентства и крупнейшие СМИ Великобритании, США, Франции и Германии. Корреспондент New York Times Эндрю Крамер пишет, инцидент в Керченском проливе и его окрестностях стал поворотным моментом в необъявленной войне, которая длится почти пять лет между бывшими республиками СССР. Событиями минувшего воскресенья развивались как прямая конфронтация между Россией и поддерживаемым Западом украинскими силами в море. Россия эскалирует конфликт с Украиной, пишет немецкий таблоид Bild. В Донбассе регионе, омываемом Азовским морем, было отмечено усиление обстрелов и бомбардировок вдоль линии фронта между украинской армией и сепаратистскими силами, пишет французское издание MOND. Комментируя инцидент в Азовском море, польская политика называет произошедшее актом территориальной агрессии против Украины. Журналист Марик Шверчинский пишет, спустя пять лет после российского акта территориальной агрессии конфликт в Донбассе продолжает леть, а с аннексией Крыма все уже смирились. Если Азовское море в результате произошедших на прошедшей неделе событий окажется под российским контролем, для Запада это будет позором. Турецкое издание Enson Haber дает довольно сдержанную оценку инциденту в Керченском проливе. Приводятся официальные заявления как российской, так и украинской стороны. Это был спецвыпуск программы «Донбасс сегодня». Мы продолжаем следить за событиями в Украине и подводить итоги будем уже в субботнем выпуске. С вами была Кристина Терещенко. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok